Представители, пожалуй, самой суровой профессии нашей республики отметили свой профессиональный праздник. Уже с самого утра на стадионе средней школы номер 10, как и раньше, соблюдая традиции, в день мероприятия прошли соревнования по разным видам спорта между цехами завода. Кроме того, организаторы праздника порадовали рыбничан и, в частности, работников ММЗ еще одним сюрпризом. Мы решили включить в праздник, спортивный праздник, который проводится ко дню Металлурга, новшества – это ликоатлетический забег от первой проходной ММЗ на стадион 10-й школы. И я вам скажу, что данное мероприятие нам удалось, потому что планировалось человек 40, но на старте у нас было больше 70 человек. Причем это были не только работники завода, это были люди из города. Любой желающий мог принять участие в данном забеге. Казалось бы, прошедший год для Металлургов оказался крайне трудным. Однако, несмотря на это, работники завода встретили праздник с радостным настроением. Вот так мы и встречаем День Металлурга победой. Такими достижениями, что желаем каждому. И чтобы всегда здоровье, спорт, веселье, удача, чтобы всегда была с нами. Настроение, конечно, у нас приподнятое, так как мы работаем, у нас практически вся семья работает на заводе. Поэтому мы и гордимся своим заводом. Хотим, чтобы он в дальнейшем работал, процветал бы. Год был не очень, конечно, но праздник-то был праздником. Праздник у нас неплохо всегда создавался. И неплохо сейчас он удается, как вы видите. Все трудности, с которыми пришлось столкнуться предприятию ММЗ, работники перенесли на себе. Надежда на то, что все наладится и завод заработает, как и прежде, не умирала. И вот уже в мае завод снова запустился. На Молдавском металлургическом заводе 25 мая считают вторым днем рождения. Те изменения, которые произошли за последний год и в составе наших акционеров, позволяют нам с уверенностью смотреть наш завтрашний день. Я абсолютно уверен, я хочу, чтобы моя уверенность передалась и вам. Я абсолютно уверен, что у нас есть все основания считать, что больше мы останавливаться не будем. Да, мы начали работать не совсем так, как нам хотелось. Да, мы начали работать пока еще с убытками. Да, перед нами стоит первая очередь наша задача добиться того, чтобы работать без убылища на первом этапе. Но впереди нас все возобновление работ по реконструкции. Нас ждет программа, которую мы запустили в 2008 году, развитие нашего предприятия. И я надеюсь, что наш завод ждет очень светлое и очень хорошее будущее. Конечно же, праздник не обошелся без слов поздравления президента республики. Игорь Смирнов отметил устойчивый характер заводчан, с чьей помощью удалось преодолеть трудности. Вот это и есть жизнь общества взаимная, где трудности перекрывают другие профили, другие промышленные. И рыбница сработала неплохо. И в этом и есть и заключается и жизнь завода, который 25 лет доказывает право свое и профессионализм, и умение преодолевать все трудности. Трудно представить рыбницу без металлургического завода, потому что это главное бюджетообразующее предприятие. Руководство завода сделало все возможное и невозможное, чтобы все-таки завод заработал. Государственная администрация делала все возможное и невозможное, чтобы с таким жесточайшим дефицитом бюджета сделать так, чтобы инфраструктура города выдержала и выстояла. И мы это с вами сделали. Сделали потому, что мы здесь живем. Здесь наш дом, здесь наша работа. Город наш – это город рыбница. И я думаю, что мы справимся с теми невзгодами, с теми моментами экономическими, которые сегодня у нас случились. Не изменяя традициям, праздник День Металлурга завершился большим концертом. Неподельное хорошее настроение заводчан и гостей праздника вылилось в горячие аплодисменты артистам. Рыбничане наслаждались долгожданным праздником вместе со своими семьями и друзьями.